Я, ветеринар, был вызван осмотреть 10-летнего ирландского волкодава по имени Белкер. Владельцы собаки, Рон, его жена Лиза и их маленький сын Шейн, очень привязаны к Белкеру и надеются на чудо. Проведя осмотр, я обнаружил, что пес умирает от рака. Я сообщил семье, что мы не можем сделать ничего для его спасения и предложил процедуру эвтаназии для старого пса в их доме. После согласия Рона и Лизы они попросили Шейна наблюдать за процедурой, так как они считали, что он может что-то извлечь из этого опыта. На следующий день, когда семья Белкера собралась вокруг него, я почувствовал знакомый ком в горле. Шейн казался спокойным, гладил своего старого друга в последний раз и мне было интересно, понял ли он, что происходит. Через несколько минут Белкер мирно заснул навсегда. Маленький мальчик, казалось, пережил уход любимца без трудностей и путаницы. Мы сидели вместе некоторое время после смерти Белкера, обсуждая вслух грустный факт о том, что жизнь животных короче человеческой. Внезапно, Шейн сказал «Я знаю, почему». Услышав это, мы все обратили внимание на него. То, что он сказал, ошеломило меня. Я никогда не слышал более утешительного объяснения. Он сказал «Люди рождаются, чтобы учиться жить хорошей жизнью, любить всех и быть милыми», верно? Ну, а собаки уже знают, как это делать, поэтому они не должны оставаться здесь так долго. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.